Митинг у памятника погибшему танкисту Здравствуйте, в рамках проводимой недели безопасности мы бы хотели вам напомнить о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения Обсуждение участия Десногорска во всероссийском конкурсе Минстроя Собрались мы с вами сегодня для того, чтобы обсудить с какой территории наш город будет участвовать в конкурсе Министерства строительства Российской Федерации в 2020 году 27 сентября в деревне Древенёво прошёл митинг у памятника погибшему танкисту Подробности в сюжете Главным инициатором памятного митинга стал Комитет солдатских матерей Поддержку в его проведении оказали Комитет по культуре города Десногорска и руководители сельских поселений Рословского района Мероприятие прошло на месте гибели лейтенанта Куповых Леонида Яковлевича Он входил в состав 104-й танковой дивизии Это военное подразделение с 23 июля 1941 года участвовало в оборонительной операции Резервного фронта Главной целью которого было остановить наступление немецких войск на Десне Дивизия не справилась с задачей, но её бойцы и командиры в жестокой обороне до конца выполнили свой долг и задержали продвижение врага к Москве Именно с этих рубежей 5 декабря 1941 года войска Западного фронта начали разгром немецко-фашистских захватчиков под Москвой В настоящее время шество над местом, где отдал свою жизнь герой Великой Отечественной войны Держит коллектив открытого акционерного общества «Смоленская АЭС-сервис» Год назад разрушенный временем памятник сменил новый обелиск, изготовленный умельцами компании Отдельные слова благодарности тем, кто восстановил этот памятник, кто провел это мероприятие Это еще раз подтверждает то, что мы помним свою историю и помним своих героев И ведь таких могил не одна, не две, а тысячи таких могил Сколько же, какой же ценой завоевана наша с вами свобода Вот таких лейтенантов, генералов, рядовых, которые лежат в земле Смоленщины Мы должны гордиться нашей землей На митинге памяти присутствовали и выступили с речью многие почетные гости В выступлениях прозвучали слова поздравления 76-й годовщиной со дня освобождения Смоленщины Пожелания здоровья и мирного неба над головой Также свое патриотическое отношение к празднику ветеранам и миру Выразили юно-армейцы и школьники из села Якимовичи Слава всем погибшим! Слава всем живым! Вечно будем помнить, вечно дорожим! Мероприятие прошло под символическим лозунгом Никто не забыт, ничто не забыто Для детей нынешнего поколения этот слоган, посвященный подвигу советских солдат Становится особенно актуальным Эти объекты находятся в благоустроенном состоянии Это, конечно же, заслуга тех, кто берет на себя инициативу Благоустраивает, организовывает вот такие, такого рода мероприятия Привлекая к участию в них детей, школьников Потому что дети видят, дети смотрят, они перенимают Все лучшее, хорошее и полезное Завершился памятный митинг минутой молчания и возложением цветов Котельные Смоленской области работают без сбоев и в полном объеме Об этом сообщили на заседании комиссии ЖКХ Экологии и охраны окружающей среды Общественной палаты региона За летний период были заменены и капитально отремонтированы 28 километров тепловых сетей Благодаря этому серьезных проблем с запуском отопления не выявлено Отопительный сезон на территории Смоленской области был начат с 23 по 26 сентября На данный момент подключены большинство районов области Теплом обеспечены 90% объектов социальной инфраструктуры Подключение всех потребителей произойдет в течение ближайших дней Чтобы поездка на автомобиле была не только комфортной, но и безопасной Необходимо соблюдать правила дорожного движения Одно из них всегда пристегиваться ремнями безопасности Все ли об этом помнят? Смотрите далее Люблю город, дорогу и жизнь По таким лозунгам прошла совместная акция ГИБДД и детского домотворчества Сотрудники инспекции совместно с юными вожатыми Напомнили десногорским водителям о правилах дорожного движения Здравствуйте! В рамках проводимой недели безопасности Мы бы хотели вам напомнить о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения Вот, пожалуйста, возьмите Вожатые получили возможность пообщаться с водителями и рассказать, насколько важно использовать ремень безопасности Соблюдать скоростной режим и правила проезда пешеходного перехода А инспекторы уверены, что такие совместные акции – действенный способ повышения культуры водителей Воспитанники Дома детского творчества, творческого объединения «Школа вожатых» уже не первый раз принимают участие в различных акциях с сотрудниками ГИБДД Ребята, нам это уже нравится, да, ребята очень любят доносить до людей, что соблюдать правила дорожного движения – это очень важно Профилактическая акция проводилась с 23 по 27 сентября А усвоили ли водители материал, будет видно в ближайшее время Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ 26 сентября появилась информация о том, что правительство России утвердило новые правила противопожарного режима Бурное обсуждение успело вызвать пункт об использовании огня на балконах жилых помещений Это квартиры, гостиницы и общежития Многие столковали нововведения как запрет и на курение на балконе Но пресс-служба МЧС сообщает, курить на балконе все так же можно, но соблюдение мер безопасности для себя и окружающих А запрещено теперь разводить костер, жарить шашлыки или разжигать свечи Инициатором новых правил выступила МЧС России Они начнут действовать уже с 1 октября 29 сентября на стадионе «Атомтран» в Десногорске состоялась первая игра финального матча с первенства Смоленской области по футболу Хозяева поля команда «Автомобилист» встречала гостей Футбольный клуб «Днепр» из поселка Холм-Жирковский Активная игра началась с самого начала встречи Доминирование гостей над соперником не оставило шанса последним Первый тайм был закончен со счетом 3-0 в пользу футбольного клуба «Днепр» Второй тайм отмечен удачной атакой хозяев поля Два мяча направлены в ворота соперника Но на исход встречи это не повлияло Победила команда «Днепр» из Холм-Жирковского со счетом 5-2 Вторая игра финального матча первенства Смоленской области по футболу Состоится через неделю в Холм-Жирковском Всероссийский конкурс «Малые города и среческие поселения» Реальная возможность получить государственную поддержку из федерального бюджета Какая территория заявлена на конкурс от Десногорска – далее в сюжете Десятки миллионов рублей и широкие перспективы развития территории Это ожидает муниципалитет в случае победы в конкурсе «Малые города и сельские поселения» Его очередной год проводит Минстрой России и не зря Ремонтные работы за счет федерального бюджета уже провели более 60 малых городов Какую территорию заявить на конкурс от Десногорска Обсуждали на совещании представителей администрации и активных граждан 25 сентября Экспертами из администрации Смоленской области и Росатома Ранее было предложено ограничиться четырьмя городскими объектами Это территории двух парков, которые находятся возле администрации Это вот парк, который вы можете видеть из окна И парк, который находится справа от нас, где находятся памятники к святым Петрову и Февронии Это территория четвертого микрорайона, пешеходная дорожка, которая идет от ССОНИ-3 на Дору и ДЦ И это территория атомпарка, который находится в первом микрорайоне Проголосовать за ту или иную территорию мог любой житель Десногорска Для этого на городском портале была создана форма для голосования Своё мнение можно было высказать и традиционным способом Отправить письмо в специальный ящик в здание администрации На данный момент проголосовало более 700 человек За атомпарк, первый микрорайон, отдали свой голос 357 человек, что составляет 48% от голосующих За парковую зону второго микрорайона, наоборот, в здание администрации Отдали свой голос 170 человек, которые составляют 23% от голосовавших Парковая зона, район памятника святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Отдали свой голос 144 человека, 19% И парковая зона четвертого микрорайона, напротив храма Стефана Великопернского Отдали свой голос 71 человек, что составляет 10% от голосующих Представители администрации и общественности высказали свои соображения по поводу развития города Большинству присутствующих территории атомпарка видится наиболее перспективной Территория атомпарка там действительно и перспективна по площади Не ограничена, так скажем, существующими сетями, а только охранной зоной водохранилища И при дальнейшем развитии она весьма интересна С учетом тех голосов, которые были отданы жителями во время голосования Для участия в конкурсе была принята территория атомпарка Ее обустройство не только создаст благоустроенную зону в черте города Но также может стать еще одной визитной карточкой Десногорска Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ В конце выпуска о погоде 1 октября в Десногорске дождливо, но тепло Температура днем плюс 14, ночью плюс 12 На сегодня это все новости Больше интересного на нашем сайте disnadefistv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм В студии работал Олег Соловьев До новых встреч!